Ребята, всем привет! И сегодня я снимаю супер-пупер видео. Это эволюция магазинов, точнее акций в магазинах Пятерочка, Дикси, Магнит и Лента. Если вам интересно это видео и вообще эта тема, то не переключайтесь, смотрите видео до конца, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И я решила начать с первой акции, которую я помню. Ее я собирала еще во втором классе. Это были пингвины Мадагаскара из магазина Магнит, альбом для карточек 3D. Вот видите, он такой голографический сам по себе. Надеюсь, камера передает. И в нем я собирала карточки. Они тоже были голографическими. Есть осьминог, порох, шкипер в детстве, там малыши какие-то, пингвины. И есть те, когда они были уже взрослые. Вот, например, прапор. Я помню, их было очень много, я обменивалась с ними. Но, в конце концов, у меня осталась одна карточка. Вот, мы постоянно их носили в школу, менялись. И действительно стоящая коллекция, потому что она не такая большая. Здесь всего было 18 карточек, вот последняя 18-я. И действительно красивая коллекция, потому что каждая карточка вот такая вот переливающаяся. И я ставлю этой акции твердую пятерку, потому что ее реально было собрать. И для них был свой кейсик. Далеко не уходя от магнита, был у нас такой же альбом «Удивительный мир животных». Тут уже было сложнее собрать, потому что давалась пачка. В ней было, если я не ошибаюсь, три наклейки. Вот, а всего наклейки здесь было сто с чем-то. Здесь были и как обычные животные, которые действительно как фотографии. И мультяшные персонажи. Есть голографические, тоже переливающиеся. Вот такие прям отсвечивые тоже. В общем, тоже было какое-то количество повторок. Тоже было достаточно много, у меня до сих пор они остались. Здесь есть содержание. Всякая реклама или товары спонсоров. Вот. И здесь было около 114-115 наклеек. Потому что вот здесь просвечивается 113. А это заключенная страничка. Вот здесь был красивый мир Немо. Тоже голографические такие вот. Есть, которые из двойных были. И мне эта акция тоже очень понравилась. Я ее собрала полностью. Конечно же, это было долго, мы тоже обменивались. Но также ставлю твердую пятерку этой акции. Потому что она действительно очень-очень классная. Следующая акция была опять-таки в магните. Это акция «Гадки я-3». Она состояла из вот таких вот карточек. В упаковке было, если не ошибаюсь, две карточки. Но точно не помню. Тоже были голографические. Это есть всегда. Вот. Есть какие-то вот еще с блестками. Есть редкие. Есть совершенно обычные, которые были у всех, наверное. Кто упал куда-либо в магните. Всего было 84. И 84. И я их все собрала. Вот видите, такая увесистая стопочка. И ими можно играть. Это, наверное, плюс этой акции, потому что другие ты собрал. И все, как бы. А этими ты потом в дальнейшем можешь играть. Мы как-то играли с сестрой, и нормально. И у меня остался такой вот буклетик. Здесь говорилось, что нужно сделать. Купить товар на 400 или 800 рублей. И тогда давались такие вот карточки. Здесь рассказывается, как правила игры. 84 всего карточки. И 14 супер карточек. Был также для них альбом, но его я не покупала. И я просто их храню вот в таком вот виде. Собственно, нормально. Ну, акция, наверное, на четверку. Потому что именно собирать. Вот это было не так интересно, потому что это именно карточки. Вроде их никуда не наклеишь, а просто так валяются. Если никто не собирал, то это не так стояще. Поэтому четверочку этой акции поставлю. Чуть не забыла рассказать еще про магнит. Еще одна акция. Ее я тоже не полностью собрала. Но они действительно классные. Наверное, поставлю пятерочку. Исключением вот только, видите, красочка в некоторых местах облупилась. Мне очень нравится этот йода. Это была коллекция Звездные войны. Не валяшки. Лея, если не ошибаюсь. Повстанцы. Так, игрушки достаточно классные. Тоже можно было менять, если они такие вот. Теперь хотелось бы рассказать об акциях из магазина Пятерочка. Я собрала всю коллекцию. Опять-таки, я какие коллекции собираю, то я их стараюсь целиком полностью собрать, если действительно стояще. Тролли – это твердая пятерка, однозначно. Потому что тролли – это были ластики. Всего было 15 штук. Собрать было достаточно просто, потому что на каждом пакетике был написан свой код, и каждому коду соответствовал один ластик именно этого вида. И вот так вот они лежат все в упаковочке. Сейчас постараюсь кого-нибудь вам достать. Например, Купера. Мне он очень нравится из-за того, что он такой малиновый. Но я чувствую то, что они уже немножко такие ростковатые стали, и ими уже вряд ли что-то можно стирать. Но я и не собиралась, так как я собирала конкретно коллекцию. Сюда еще можно было положить карандаш. Я положила тоже с троллями. Такой вот маленький. Он был из Макдоналдса. Да, давалось в Хэппи Милле. Когда был мультик троллей, была эта коллекция в Макдоналдсе. Вот здесь написано «Собери всех». Знаю то, что были две различные упаковки. Коробочки пенала для хранения этих ластиков. Но в нашем городе продавались именно вот такие. Поэтому кто собирал, то ставьте лайки. И был для тролля еще вот такой вот буклетик «Дорога на вечеринку». Он состоял из игры. Вот ходилочки. Достойно. И еще можно было купить карточную игру. И вот здесь было показано два пенала домика. У меня был вот этот. И еще существовали вот такие. Может быть, такой даже и прикольный, но у нас таких не продавалось, к сожалению. Что еще касаемо пятерочки, то в ней было две акции. Они были как одно продолжение, а другое. Это были «Стиратели» и «Стиратели 2». Правда, первые «Стиратели» были «Марвел». А вторые «Стиратели» были «Марвел», конкретно «Мстители. Финал». За исключением нескольких персонажей, которые были не только в финале. А кестики размером отличаются. В первой версии они были чуть поменьше, а вторые побольше. Прощупать, я думаю, собственно, реально, но каких-то кодов специальных нет. Мне, на самом деле, эта акция не прям как нравилась, поэтому, наверное, поставлю 4. Потому что первые «Стиратели» они нанизывались на карандаш и действительно были с теркой. Ничего хорошего сказать про терку не могу, самая обыкновенная, по сути. Тролли, мне кажется, были лучше. И «Стиратели 2», они в дополнение с печатью. Однако, что мне не понравилось, печать просто пластиковая, и нужно промокашку специальную для нее покупать, которая продается также в пятерочке в наборах. Либо я делала на пластилине эту печать, и тоже действительно хорошо получалось. Вот. Ну, не знаю, что сказать. В первой версии были исключительно «Стиратели», а во второй были и пластиковые фигурки. Например, вот видите, просто цельно пластиковая фигурка. Вот. И вот такая. Я думаю, кто, конечно, фанат Марвел, Мстителей, это, конечно, классная акция, но я не так сильно люблю их. Поэтому для меня это была не столь стоящая акция, поэтому я ее не собирала, а просто вот случайно давали, то хорошо. Мы плавно перешли к акции «Дикси», и в «Дикси», я знаю, было 3, нет, даже 4 акции с прилипалами. Собирала их не все, а выборочно. Ну, когда получалось, потому что как-то вроде бы прикольная акция, но было достаточно сложно их собрать, потому что было много-много-много повторок. Значит, «Весело прилипало» 4. Они были о 500 рублей в чеке давались. Правила условия акции. Здесь все про них написано. И вот такой вот буклетик с игрой. Как прилипало использовать как фишечки, и можно взять свой кубик и поиграть в настольную игру. А девочка. Вот такой буклетик стоящий. Такая вот была бумажечка приложения. Я прилипал. И, конечно же, сами прилипало. Я покупала для них коробочку. Кейсик только в серии 3. Да, «Весело прилипало» 3. Потому что четвертых у меня не так много. Так, это у нас из третьей серии. А вот все, что у меня есть из четвертой. Давайте посмотрим. У меня есть такой забивной барашек. Какая-то свинка. Вот ее прям очень мне нравится. Котик. Куалочка. Лама. Может, не лама какая-нибудь, а лепака. Ежик. И сокушка. Вот. А коллекция «Весело прилипало» 3. У меня собрано достаточно много из них. Вот они были в пакетиках. Весело прилипало. Тоже кодов никаких не было. Но ставлю пятерочку за эту акцию. Потому что они прикольно действительно липнут к поверхностям. Вот так вот я его прилепила. И они еще так покуют. Вот. Однако здесь у меня собрана не вся коллекция. Если вы заметили, для самых внимательных, то баклажан у меня дважды повторяется. И ананас. Вот. А так прилипало очень красивенький. Мне прям нравятся и вишенки, награды, кубничка. Такая вот кубничка даже с блесками. И вот так вот выглядит сама упаковочка на липучке. Вот такая вот плотная картона. И сзади есть тоже игра по номерам. Кто собирал эту коллекцию и вообще любых прилипал, то лайк. Я вспомнила то, что были еще одни прилипалы. Это вроде бы вторая версия прилипал. Они были на морскую тематику. Такой красивый конечек. Такие рыбки, морские твари. Такие вот чутики. Вот. Тоже красивая, но мне как-то третьи прилипалы понравились больше. Первые не помню. Были, не были. Кто помнит, пишите в комментариях, у кого были первые прилипалы. И, кстати, упаковка у третьих прилипала по сравнению с четвертыми. Отличалась только внешностью, а по размерам она была абсолютно одинаковая. Вот такие вот прилипалы. Теперь же, что касается акций из гипермаркета Globus, меня они абсолютно не впечатлили. Потому что для меня абсолютно были неинтересные акции. Первая была акция, первая была вроде бы про Крутыш. Сейчас есть же Скрипыш, а это были Крутыши. Их было 21 штука. Был такой большой буклетик достаточно. Про каждого Крутыша было написано. И можно было отмечать, какие попались. И можно было получить такого болтуна, который светится в темноте. Он у меня есть. К ним можно было покупать какие-то треки, дополнительные мешочки. И было показано, за что даются дополнительные Крутыши. Собственно, как и во всех акциях. И вот эти Крутыши. Вот самый редкий. И много у меня было повторок. Я говорю, собирала не полную коллекцию, чуть-чуть. Потому что их давали от полутора тысяч рублей одного Крутыша. Заметьте, самая дорогая акция среди всех вышеперечисленных. И был вот такой вот волшебный парк Джун. По мне, это еще хуже акция. Потому что вообще было неинтересно. Тоже от 1500 рублей давала одна фигурка. Фигурки были не стоящие, сделаны неаккуратно. Были дни обмена для них. Я не участвовала, так как у меня есть один такой вот кабанчик. Вроде как на картинке нарисован красиво, а фигурка вообще... Мне не понравились. Видно, что фигурки сделаны некачественные. Поэтому я ставлю троечку. Троечку Крутыша. И может быть даже двоечку парк Джун. Как вы считаете, пишите свои мнения в комментариях. Я пробегусь по акции Смешарики Дежавю. Был такой вот буклетик, чтобы отмечать, какие вам попались косточки. И написаны условия акции. Вот такие вот были доминошечки. С одной стороны были мультяшные герои. А с другой стороны количество. И вот в таком вот маленьком пакете они продавались. Это акции из пара. Ни о чем, ребят. Ни о чем акция. Может быть для малышей интересно было собирать картиночки. Мне не понравилось. На двоечку акции, честно. Мы приближаемся к финишной прямой. У нас осталось совсем немножко акций. И давайте акции из перекрестка рассмотрим. Это монстры-залепаки. Как написано, нужно было слепить всех монстриков, сфотографировать, выслать фото на сайт. И можно было что-то там выиграть. Не знаю точно условия акции. Вот, ну просто попадались такие вот пакетики за 600 рублей в чеке. У меня их было побольше. Просто сестра уже какие-то использовала. Давайте попробуем на ощупь, как они. Откроем коричневый, например, цвет. Открываем. Собственно, это воздушный простопластелин, как я понимаю. Вот так вот он мнется. Достойно. На самом деле мягенький, приятный на ощупь. Но он очень быстро засыхает. Прям застывает и все. Потом вы его уже не размягчите, он будет рваться. А пока что он достаточно хорошо тянется. Видите? Но его совсем чуть-чуть в пакетике, поэтому... Не знаю. И есть достаточно неприятный запах вначале. Потом он, конечно же, пропадает, но все же есть. Написано, что он не любит круга. Это действительно факт. Яркий и мягкий. Тоже правда, потому что достаточно красивые цвета есть. Отсюда мне не нравится такой вот. Он пока что мягкий. Застывает на воздухе. Согласна, потому что он достаточно быстро прям застывает. И существует обучающее приложение, чтобы лепить зелепак. Но это, я так понимаю, для маленьких деток. Ну, акция. Давайте, наверное, на четверочку я считаю. Потому что, собственно, не игрушка, но вот так в руках помять приятно. А теперь вытолк убираем эту акцию. И достаем всеми любимых скрипышей. Это, наверное, одна из последних акций, которая проходила с конца лета и по начало октября. Да, где-то с конца августа по начало октября. Это вот такие скрипыши. Я думаю, все знают, что такое скрипыш. Это такая вот скриплялочка. Более ста идей. Было много разных видов упаковочки. Вот. И можно получить юбилейного скрипыша. Знаю, попадался уже двум людям. В интернете ходили фотографии этих скрипышей. Вот. А так можно связывать USB-провода, наушники, чтобы не путались. Можно крепить на кроссовки, на молнии, ремни. И куда вам вообще нравится. Собственно, как они крепятся. И заключительная акция на сегодняшний день, друзья, это мини-лента 3. Я не собирала ни первую, ни вторую, ни вторую, ни третью собирать не буду. Это для детишек, чтобы они игрались. У меня есть такая вот тележечка. И то я ее покупала не в ленте, а в фикс-прайсе. Вроде бы мне ее купили. Даже не мне, а моей сестре. Вот. Здесь есть такая кривашечка. Точно такая же продается в ленте. Что у нас попалось? Значит, это была куриная валь. Это помни, товарищ, искусственные кондусты. И артамент заканчивается. Нас обракованы, наоборот, смотрите, как покупали его кто-то. И это просто не раскопали. И это у нас, значит, в милинг. И, в милинг, в милинг, в милинг, в милинг, в милинг. Ну, как все-таки они отличаются, пока что у меня, не просто люди уже в разных питаниях, либо какие-нибудь средства уходят. Так что вот так. А на этом наше видео заканчивается. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат видео. В каких акциях вы участвовали, что собирали и есть ли у вас полноценные собранные коллекции. Так что на сегодня всем пока-пока.